Радио Болтком В студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки Ох, рады бы мы были Сходить на концерты классической музыки Да вот пока еще Ну пока вот во всяком случае эти концерты для нас недоступны Я имею ввиду в Латвии Но тем не менее Ведущий программы Культурная среда Елена Привалова В настоящее время находится в России Благодаря возможностям нашим техническим Мы как-то связываемся Объединяемся В один тугой узел И выводим на Радио Болтком Добрый день, здравствуйте, Елена Происходят ли концерты Как у вас с классической музыкой Что происходит Здравствуйте, Олег Здравствуйте, дорогие радиослушатели Меня так радует наша передача Это такая возможность Такая ниточка Каждую среду встречаться с вами В прямом эфире Пускай нет пока концертов Пускай нет возможности встречаться Живьем Но вот пообщаться о классической музыке Хоть недолго Это большая-большая радость Прошу прощения Что сегодня передача Позже началась Были неполадки И наш сегодняшний гость Мультиинструменталист Антон Котиков Никак не мог подключиться К нашей Я подключился Вот, мы видим, видим Здравствуйте Да Он, к счастью, подключился Я вам еще раз его представлю Ну, отвечу на Ваш вопрос, Олег В России, конечно же Все гораздо благополучнее И проще в этом смысле В некоторых регионах Действует ограничение 50% заполняемости зала Как, например, в Москве Ну, а во многих других городах Практически полные Полные залы И мне предстоят гастроли В Архангельск 5 июня Там состоится концерт С программой Все органные токаты Иоганна Себастьяна Баха Это именно та программа Которая, можно сказать Я завершила До пандемийный сезон В Домском соборе 6 ноября Это именно та программа Которая записывала В течение нескольких месяцев В Домском соборе Но, к сожалению Пока никак не получается Перейти уже на запись То есть выпустить именно диск Передать все материалы Звукозаписывающей фирме Но, тем не менее Жизнь продолжается И даже в Риге Насколько я знаю С 15 июня Вновь начнутся концерты Живых концертов Я пока в афише не увидела Но есть замечательные концерты В Домском соборе Которые можно послушать На канале YouTube Домского собора Так, например, 9 июня Именно через неделю В 19.00 Будет концерт музыки Индре Риши Это современный Латвийский композитор Который отмечает В этом году юбилей В программе Примут участие Лаура Грецко Это метасопрано Анита Точа Флейта Лигита Снейба Орган Послушать можно будет На YouTube-канале Домского собора Ещё один онлайн-концерт В Риге состоится В пятницу 11 июня В 19.00 Концерт, посвящённый 90-летию Выдающегося Латвийского композитора Рамуальда Ермака В программе Будет принимать участие Вита Каунцима Органистка Илза Рейны Илона Биргали Айвар Скаллес Лаура Иванова Янис Карпович Это всё органисты А также Лаура Пурина Тереза Греттена Сопрано И Янис Поретис Труба Ну и конечно В программе Произведение Юбиляра Рамуальда Ермака И ещё один концерт Который посвящён Юбилею Это будет 30 июня В 19.00 Концерт, посвящённый Паулу Дамбису Ему исполняется 85 лет И в том концерте Примут участие Артист Симонис Саксофонист Илза Гревелес Карене Сопрано Кристина Адамайте Орган И Илона Биргеля Ну а мы вернёмся К концертам Которые проводятся Сейчас в России Не случайно Я пригласила сегодня В гости Интереснейшего Музыканта Антона Котикова Который является Мультиинструменталистом Он играет На всех видах Саксофона На флейтах На дудуке Можно сказать Что владеть Наверное Всеми Духовыми Инструментами Или всё же Не всеми Здравствуйте Антон Здравствуйте Здравствуйте Извините за технические Неполадки Очень долго Это всё происходило Но наконец-то Всё-таки Победили мы систему И вошли в зуб Спасибо огромное Что пригласили На передачу По поводу того Что я владею Всеми духовыми Это неправда Я владею Только всеми Язычковыми И всеми Видами Флейт Что касается Медных Духовых Для меня Это пока Еще новый Старт Который Я пытаюсь Брать Но надеюсь Когда-нибудь У меня Получится То есть В планах Есть Освоить Еще и Медные Духовые Я могу Сыграть На Трупе Кому-то Мажор Откуда Такая Жажда Играть На стольких Инструментах Многие Исполнители Как бы Пытаются Оттачивать Мастерство На одном Инструменте Почему Вам хочется Играть На всех Видах Флейт И на Дудуке И на Саксофоне И на Кларнете Дело в том Что я пишу Музыку И иногда Я слышу Разные Тембры Не только Саксофоны Где-то Я слышу Флейты Где-то Дудуки И Например Этот талант Очень сильно Пригождается В музыке К фильмам Потому что Я еще пишу Музыку И к фильмам И к спектаклям И Иногда Приходится Одному Записывать Более Десятка Инструментов Для того Чтобы Именно Тот характер Который Ты хочешь Он Смог Передаться Именно От сердца Композитора Не надо Простить Исполнителя То есть Вносить Интерпретацию А именно То Как вы Замыслили Так и Исполняете Да Это очень удобно Есть ли Какие-то Известные Фильмы Широкой Аудитории Где звучит Ваша музыка Я пока Как начинающий Композитор И Известные Фильмы Они еще Пока Не стали Известными Но У меня Была Работа С детским Кино Это Такая Трилогия Я писал Ко второй части Это фильм О дружбе Взаимопомощи Это Детей Из России И Германии И там Ко второй части Я писал Очень много И своей музыки И делал Аранжировки Разных Немецких Композиций Песенок Народных И также Писал Все партии Духовых Клавишных Перкуссии Это все Сам Ну конечно Не без Прекрасных Артистов Антон У вас Поднята Рука В зуме И вот можно было бы Ее убрать Если вы знаете А как это сделать Если вы технически Могли бы это сделать Тогда было бы Для нашей Дальнейшей картинки Которая сохранится В Фейсбуке И на канале Ютуб Это было бы лучше Вот сейчас Замечательно Спасибо Я просто никогда так не делал Я посмотрел Я привлек внимание Что я здесь Все нормально Я подключился Так что Все хорошо Какой все-таки Был ваш первый инструмент На чем вы начинали Играть Будучи ребенком Самый первый инструмент Мне Мой Дедушка Дал в руки Мне было 6 лет Это был Аккордеон Аккордеон Я его еще называю Карманным орган Потому что Можно всегда Носить с собой И там В принципе По сути Аккордеон Сделан по принципу органа И Конечно же Я занимался На нем Какое-то время Потом у меня была Гитара Как у всех Нормальных Мальчиков Подростков 12 лет И потом уже Собственно Я поступил В класс саксофона И закончил Школу Училище Академию Достаточно поздно Вы начали играть На духовых инструментах Ну как поздно Дело в том Что это же все Зависит от Комплекции От способностей Потому что Духовой инструмент Это все-таки Инструмент Требующий Физической подготовки И тут Важен даже Несколько возраст А сколько Просто физические данные Потому что Например Даже Георгий Гаранян Всем известный Саксофонист Записавший Огромное количество Музыки К советским фильмам Мультфильмам Он начал заниматься Саксофоном Вообще После 20 лет И за счет того Что он Очень много Времени Ему уделял Он достиг Достаточно Больших Результатов А потом уже Как говорится Параллельно Стал переключаться На композицию Аранжировки И так далее Поэтому я считаю Что на самом деле Возраст это не Главное В отличие Допустим От таких инструментов Как скрипка Фортепиано Там конечно Очень важно Заниматься Уже в более раннем Возрасте Но Скажем так Мой друг Флейтист Учитель Грэг Патилы Из США Он буквально Пять лет назад Начал заниматься Скрипкой С нуля И достиг Уже неплохих Результатов То есть Как бы в принципе Я считаю Что сейчас В 21 веке Очень модно Быть мультиинструменталистом Потому что музыки Очень много стало И хочется Ее охватить Всего Но одним инструментом Бывает это Очень сложно сделать И поэтому Для того чтобы Освоить музыку С разных Так сказать В разном контексте Разных апостасиях И приходится Просто изучать Разные инструменты То есть Мне даже приходилось Изучать и орган тоже Как бы я вот Целенаправленно изучал И даже играл У меня есть даже номер Когда я играю Ногами на органе А в руках У меня дудук Я как бы сам себя Ногами аккомпанирую На органе И играю на дудуке Произведения То есть Такое тоже бывало Поэтому как бы Возраст это не важно Насчет дудука Ломайте стереотипы Потому что в принципе Все известные дудукисты Это армяне И если посмотреть дудук То обязательно будет Какой-нибудь ям Окончание фамилии Да То есть И наверное Вашу фамилию котиков Неожиданно увидеть В качестве дудукиста Ну вы знаете Что например Вот Я не единственный Не армянин Который играет на дудуке Есть еще Даже более известные люди Есть один очень Интересный Венесуэлец Который записал На дудуке Записывается на дудуке С очень известными Музыкантами В частности С Полом Маккарни Например Он записал дудук В «Пиратах Каибского моря» При этом он не армянин Он вообще Венесуэлец То есть Как бы И при этом Он тоже мультиинструменталист Так же как и я Играет на Флейтах На саксофоне И на дудуке Поэтому Вот Его можно услышать Вот Есть такой Композитор Яник Вот Он у него тоже работает Вот Поэтому на самом деле Стереотип о том Что на дудуке На армянском дудуке Должны играть только армяне На самом деле Это уже давно Это не так Как бы И армяне наоборот Очень рады Когда видят Что к их культуре Приобщаются люди Совершенно с другим Колоритом национальным И У меня много друзей Армян И Педагогов армян Которые Мне очень многое дали И Всегда были очень рады Что Парень из России Приехал изучать дудук В Армению И Это им было очень приятно Очень приятно Расскажите Последовательность Изучения ваших инструментов Я поняла Из духовых Сначала был саксофон Саксофон Я могу сказать Что на меня Очень сильно повлиял Мюзикл Чикаго Дело в том Что вообще В концепции мюзикла Каждый саксофонист Должен параллельно Уметь играть На флейте и кларнете И это написано В партитуре И вообще Во всех партитурах Мюзикла Если берут на работу Саксофониста То Там есть условия Что должен играть Обязательно На флейте и кларнете А флейте Псвенечная Или блок флейта Нет Имеется ввиду Поперечная Классическая Это либо пиколо флейта Либо обычная Либо льдовая Либо басовая Там в зависимости От аранжировки Потому что Бывают разные ситуации Что привлекают И на разных видах флейт Вот И Когда я это увидел В училище Для меня это отложилось Потому что Я понял Что действительно Саксофонист Может играть Только на саксофоне Вот И Я начал потихонечку Так осваивать инструменты И Скажем так Например Даже при устройстве На работу Просто Саксофонист Уже был никому Не интересен То есть Как бы Нужно обязательно Было Мне всеми спрашивать А ты играешь на флейте А ты играешь на кларнете А ты играешь На этом А ты играешь на том То есть Помимо саксофона Поэтому как бы Я понимал Что для того Чтобы у меня была работа Надо еще Осваивать параллельный инструмент В принципе даже В системе образования Есть такой предмет Как Предмет по выбору Где Саксофонистам Позволяется Изучать Такие инструменты Как флейта Или кларнет То есть В зависимости От Желания Вот Поэтому Как бы Я считаю Что это очень важно И нужно И полезно Даже В какой-то степени Ну Расскажем О том Что Как раз Предстоят концерты В Оренбурге Где я сейчас Сама Наховилась А Вы в Оренбурге Это прекрасно Я в Оренбурге Да И в Патолической церкви На 8 марта Где у меня были Сольные концерты В апреле и мае У Антона Котиковой И у моей коллеги Однокурсницы Органистки Марии Моисеевой Состоятся концерты 11 Напомните Какие числа У нас будет В Англиканском соборе В Англиканском соборе Именно про Оренбург Про числа Я вас спрашиваю А Оренбург В Оренбурге Сейчас я вам скажу Это будет На следующей неделе Сейчас я вам даже Точную цифру скажу Ой Ой-ой-ой Секундочку Я думаю Что это не принципиально Если вы так не помните Просто Как раз Мы там Находимся В одном городе У нас будет Серия концертов С 10 по 13 июня Мы выдадим Четыре концерта Посвященных Разные программы Будут Поэтому все могут Прийти на разные Концерты При этом В одно и то же место На одних и те же музыканты Все могут прийти Каждый день И послушать Разные программы Да Ну и потом Также будет концерт Антона Котикова И Марии Моисеевой К ним присоединится Орфистка Мария Кулакова В рамках моего фестиваля Органного вечера В Кусково 16 июня И вот как раз Я бы хотела поговорить О программах Потому что Конечно я сама Как организатор Чаще всего Выбираю ваши программы Связанные с музыкой кино Насколько часто Вам приходится Играть такие программы Именно музыка кино И театра Играем Достаточно Часто В зависимости От ситуации Скажем так Потому что Бывает так Что мы музыку Которая звучит в фильмах Вставляем в какие-то Иные концерты Которые не называются Музыкой из кино Но дело в том Что допустим Большое количество Репертуара Которого мы играем Оно уже звучит в кино Взять ту же самую Музыку Баха Музыку Шуберта И так далее То есть Дело в том Что как бы Даже у нас есть Программа по Астро Пьяцолу Кстати в этом году Ему 100 лет Отсполнилось И Его музыка тоже Звучит в театрах И в кино И невозможно уже Представить Без музыки Пьяцолу Какое-нибудь Представление Либо кино Либо спектакль Либо перформанс Какой-то Поэтому То что мы играем Оно всегда В кино Оно всегда На театральной сцене Вот Поэтому Либо это даже Мои авторские Произведения Которые я писал Для спектаклей Либо писал Для фильмов Так что Это все У нас всегда У нас всегда кино Всегда кино Конечно Эти программы Очень популярны И Вы их исполняете Вашим трио Или дуэтом С Марией Матеевой Практически На всех концертных Площадках В Москве И наверное В регионах Также Как принимают Эти программы Какой отклик У слушателей Отклик Всегда положительный Ввиду того Что музыка Бывает кому-то Неузнаваема Но Та энергетика С которой мы подаем Материал музыкальный Она всегда пробивает В сердце Сам Вот Поэтому Мы всегда стараемся Искренне играть То что мы Делаем И Это всегда Резонирует Всегда резонирует У слушателей Потому что У меня бывало такое Что приходили Мои знакомые Друзья И говорили Ты знаешь Мы ничего не поняли Но нам очень понравилось Это была Самая лучшая критика Которую я мог Слышать За Стое время То есть главное Быть искренним На сцене И тогда Слушатель оценит Все что ты делаешь Независимо от того Какой это репертуар Какие инструменты Вы повезете В Оренбург Так Ну тут у меня Список Есть Это будет Да Ну Это будет Обязательно Дудук В Оренбурге Очень любят У нас там Целый фэн-клуб Дудук Значит Будет Глубная гармоника Глубная гармоника Саксофон Сопрано Флейта Индийская Флейта Бансури Так Что еще Свистулечку Я возьму С собой Глиняную Тоже очень Интересный Инструмент Обладающий Очень минимальным Количеством Звуков Но имеет Так сказать Эзотерический Характер В славянской Культуре Вот Ну так вот Вроде все Пока Может быть Что-то еще Житейский вопрос Как вы это все Будете Провозить В самолете Вы знаете Это все Очень Компактно Упаковываю И Как-то Получается Получается Вручную Кладь Да 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 Потому что Действительно У многих Музыкантов В связи С последними Изменениями Стали возникать Сложности При перевозке Инструментов Часто заставляют Сдавать в багаж Но конечно Дорогие инструменты Сдавать в багаж Очень опасно Ну вы знаете У меня был случай Только один раз Когда меня не пустили Сопрано С саксофоном На борт самолета Это была Компания Победа Это я просто Не как антиреклама А просто предупреждаю О том Что вот именно Эта компания Принципиально К тому чтобы Размеры соответствовали И с ними Надо договариваться Заранее Об этом не знали И поэтому Все что я смог Увести с собой На гастроли Это были Флейты Дудуки Вот А саксофон Пришлось сдать Даже не в багаж А в камеру хранения Пока я летал Там гастролировал Он меня ждал В камере хранения Вот И собственно Благополучно Потом его забрал Оттуда Но Все остальные Авиакомпании Очень лояльно Относятся К перевозке Моих инструментов Они на самом деле Не так уж и много Места занимают Это я беру Самые компактные Варианты И Все это Как тут умещается Поэтому Тут Главное С авиакомпаниями Договориться заранее Потому что У всех бывают Свои нюансы Скажите о вашем дуэте О вашем проекте Арфа Джаз Арфа и Джаз Это не просто Дуэтный проект Это проект Который Собственно Родился из дуэта Но Мы выступаем Уже на протяжении Семи лет Играем Музыку И академическую И народную И джазовую Также авторскую Мою музыку Записали Один диск Который можно Послушать На Apple Music Если набрать Антон Котиков Там как раз Выйдет этот диск Он называется Утро пришедшее осень Очень красивый диск Там Много Помимо нас С Марией Кулаковой Там также есть еще И Анна Чекасина На скрипке Вокал Илья Вережников На таком Экзотическом инструменте Как джамбей И Также в бонус треках Мой друг Евгений Степанов Который играет Там на Веланчи Вот Сам проект Недавно мы заняли Вторую премию На всероссийском Конкурсе Наш Джаз Под руководством Даниила Крамера Вот Взяли первую премию В Сицилии В 2015 году Это был конкурс Как раз мы дуэтом выступали Вот Просто больше музыкантов Не было возможности Привезти Поэтому мы играли Как могли Вот Но Вызвал тоже большой Интерес У итальянской публики Именно сам факт Это все родилось Благодаря Собственно У нас есть проект Театр музыки И слова Где Руководитель Актрисы Ингеборга Любомирская И Мы делаем Такие спектакли Совместные Как Алые паруса И Хоббит И соответственно Здесь участвуют И Мария Кулакова И Мария Моисеева И наша перкуссионистка Мария Камышева У нас даже был концерт Такой Где было Три Марии И Антима Антон Вот Да Это было очень забавно А вот Да Соответственно Мы как бы Играем в этом Проекте уже Тоже Это Пять лет В районе пяти лет Даже может быть Чуть больше Мы сделали как раз Четыре спектакля Это Хоббит-1 Хоббит-2 И Хоббит-3 С симфоническим оркестром И соответственно Алые паруса Уже Идут много лет И Мы как бы Задействовали здесь Очень большой инструментарий Вот Даже у нас используется Электро-Арф В Хоббите Такой Редкий инструмент Вот Который отличается От академической арфы Но у него есть Очень много плюсов Потому что Вообще Арф Очень капризный Инструмент И Допустим Бывают моменты Когда действительно Нужно Усилить А усилить За счет микрофона Арф Достаточно непросто А вот Электро-Арфу Можно за счет Вот как Собственно Электрогитару За счет джека Подключаешь Ее достаточно Просто становится Подзвучивать Вот это конечно Такой бонус Который нас Выручает всегда И Мы этим пользуемся Активно Учитывая Президент Можно играть На арфе В Америке Очень большая Диаспора Ирландцев Вот И Как-то Я попал На мастер-класс По электро-арфе С Процессором Вот Я вот Такое Наиграл На электро-арфе С процессором Показывали Это все Так что Ну Я периодически Конечно Конечно Я для того Чтобы писать музыку Для арфа Изучал арфу Все семь педалей Все Так сказать Позиции этих педалей И все Возможные Варианты И невозможные Потому что Конечно С арфой Играть джаз Очень сложно И Иногда Это требует Огромное количество Времени И терпения Для того Чтобы сделать Хорошую аранжировку Чтобы это все Сыгралось Но То что получается В итоге Оказывает Очень хороший эффект Аранжировки Вы сами делаете Для вашего Трио Которого Концерт Например Стоит сейчас В Москве И Мы делаем Совместно Потому что Каждый знает Свой инструмент Лучше всего И Мы На репетициях Просто В режиме Так сказать Реального Времени Проигрывая Материал Понимаем Что здесь Лучше Сыграть так А здесь Лучше так То есть Как бы Все аранжировки Они у нас В процессе работы Собственно Как и джазовые стили Они все были Написаны В процессе Джемсейшенов Игры Концертов Так и Собственно И мы делаем То есть У нас все живое Все живое И поэтому Собственно И музыка Получается Очень живой Ну вы играете На саксофоне Кларнете На флейтах На буддуке А есть все-таки Какой-то Самый любимый Инструмент Мне очень часто Задают Этот вопрос Я всегда На него отвечаю Что я Как многодетная Мать У меня Все дети Любимые То есть Я не могу Сказать Что мне нравится Больше Конечно По образованию Я саксофонист А джазовый Саксофонист Но могу сказать Что В музыке Бывают Разные ситуации Когда нужно Даже не просто Играть на каком-то Инструменте А на одном Инструменте Имитировать Другой Инструмент У меня Недавно Была Как раз Работа Мы записывали Музыку Для нового Сериала Очень интересный Он будет Называется Русский пленник Он выйдет Должен выйти Осенью Там очень интересная История Казака Который поехал В Турцию Вручать Свою девушку Из плена И сам попал В плен И там Завязалась Целая история И вот Нужно было Записывать Инструменты В таком Турецком Стиле Но У меня Как бы Не было Этих Инструментов Но Я слышу Звук И понимаю Что я могу Сымитировать Этот инструмент Допустим У Турков Есть такой Инструмент Мэй Я его Имитировал На армянском Дудуке Как ни странно Получилось Очень похоже Или например Такой Турецкий Инструмент Как Ней Я его Имитировал На льтовой Флейте То есть Вот такие Секрети Дорогие друзья У нас в гостях Сегодня был Мультиинструменталист Исполнитель на Саксофоне Всех видах Флейт Будуке И многих Других Духовых Инструментах Антон Котиков Антон Благодарю вас За то что Присоединились К нашей Передаче Так интересно Все рассказали Желаю вам Успехов На всех Концертах Аншлагах И чтобы И конечно Будем очень рады Чтобы иришская Публика Услышала Ваше творчество И С удовольствием Мультиинструменталиста Олег Пека Благодарю вас За то что Вы нас соединили Всех За то что Есть такая Можете Пообщаться С рижанами И прикоснуться Быть частичкой Души с вами С огромным удовольствием Действительно Спасибо большое Это была программа Культурная среда Елена Привалова До новых встреч В следующий среду До свидания Вы слушаете Радио Болтком